Тратить на жизнь грехаские, семейные жизни, хочешь не хочешь, а там будут разные беспокойства и трудности, которые отвлекают от духовной жизни. Потом нужно будет тратить время на то, чтобы очиститься от этого всего, то есть минимум 50 лет. И вполне разумно пропустить этот этап жизни. Но в Кали-Югу это очень сложно и рекомендуется все-таки семейный вклад жизни, дабы держать себя под контролем и свои чувства. Спасибо. Прекрасно. Что-то добавить из того, что не было сказано. Я имею в виду интересную вопрос о том, почему Рай Романанда, когда он из Шудра, он был акцентом как говернар. Шудра обычно не имеет качества, он юниор в социите, но он имеет высокую позицию. Вот, это пийцы, он был акцентом, الإнистративной и всех. История храма. То есть это говерн, говерн, религия. То есть это шума. Да, это возможно. Шума, да. Судра, это опциональный парашт. Он служит три, брамхан, кхятра, башня, он служит три параши. И в Индии есть много категория, он с последним шумом. История, он говорит, он говорит, что это хумиление, Я не знаю, что я Судра, но он не знает Судра, но он не знает Судра. Я думаю, что Пратапраду Махараджа, потому что он Бхакта, он знает, что с четырех дней он не знает, что он не знает. Потому что он любит качества, он использует его. Да, но в этом году мы должны быть очень большей ответственностью. Судра, они не могут входить в Индии, но они не в Темпле. Судра, вы не хотите найти Темпле? Судра, вы не хотите найти Темпле? Судра, вы не хотите найти Темпле. Аре-кришна. ОМ ГНАНТИМИРАМ ДАССЯ ГНАНАНЯ НАСЛАКЯ ЧАКСОРАН МИЛТАМ ЖЕНАТСМАИ СРИ ГУРАВИ НАМА ГУРАВИ ГУРАЧЕНДРАЯ РАДИТАЯ ЯИСТТАДАЛАЯ КРИШНАЯ КРИШНАБХАКТАЯ ТАТБХАКТАЯ НАМУ НАМА СЕПССРАНДА ТАТЬ КАНЦАНА ГУРАНГИ РАДИ ВРАНДАВАНЕ СВРИ ПРИСАВАНА СУТЬ ВЕРХАНАМАН ЯТАКТАЯ СРИ КРИШНАЧАЙТАНА ПРАММИТАНАНДА СРИ АТВАРИТАГЛАСНА СРИ ГУРАДВАТВАРНДАВАСВАРИ вот а Продолжение следует... 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 И так мы вчера остановились на том, что, отвечая на вопрос Читани Махапрабху, Райер Монант, указал на высшую цель, что нужно обрести милость Господа Вишну путем следования своим обязанностям, предписанным ведомым обязанностям, согласно Варнашраме. Но когда Махапрабху это услышал, он сказал, что Райер Монант, это все внешнее, пожалуйста, продолжай, скажи что-нибудь получше. Почему Махапрабху сказал, что это внешнее? В Священных Писаниях, конкретно в Читании Чиртамрти, говорится, «Дживирасварупахой нитья Кришнадас». Вечная природа Дживы, любой Дживы, быть слугой Шри Кришны. По этой причине духовное состояние души, сама душа, слуга Кришны. А что такое Варнашрам? Варнашрам — это исполнение мирских обязанностей, соответствующих классу тела. Какое отношение метода к душе? Как тому же, согласно Священным Писаниям, человек, который с той жизнью идеально исполнял свои обязанности, Варнашрам и Дхарми, каково его достижение? Куда он отправится? Он отправится на Брамалоку. Таково достижение. Это описывается в Брихад Бхагаватамрите. И что будет, когда он проведет там достаточно много времени, и его сукрити, его благочестие, которое он заработал с той жизнью и Варнашраме, закончится? Он вновь вернется в этот мир. Согласно Бхагаваддите, Махарадж процитировал шлоку из Бхагавадгиты, где Кришна говорит Арджуне, что он вновь вернется в этот мир. По этой причине Махапруд сказал, что это внешне. Поэтому Ора Араманда говорит дальше. Да. Согласно Бхагавад. Согласно Бхагавад. Так же он говорит о проживании с Дхарми, что он всегда согласится в Дхарахарху, он не должен обосноваться в Брахмах, он должен вернуться в кармах, он должен вернуться в йогах, он должен вернуться в другую вещь. Сначала он не объясняет, что он согласится на Дхарах, он не может быть предпочитать. Он также ориентировался в Кришнах. Он говорит, что это еха байя. Рай Раман говорит, «Ят кароси, ят снаси, ят сжохоси дадаси жат, ят тапасас чукаунтая тад курса мадарпанам». Таким образом, в Гитове, «Тад курса мадарпанам», «Арпан» — это кришна. Он говорит, что это «Ят кароси», «Ят снаси», «Ят сжохоси», 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 Махапуру сейчас объясняет, что он может сделать, что он может сделать к Кришнау. То есть, когда он говорит о Кришнае, то Махапуру также объясняет, что это Бхайя. Теперь вопрос, почему он говорит, что Бхайя? Он говорит, что это карма-мишра-бхакти, это не просто бхакти. ... и вскры Он самый Занятил, что он делает, testimет If you try,обхантирует это doorкратно, я делаю это, что я делаю. Я делаю это, что здесь это, это Я, Я, Я То есть на иерой-бханиэну possiamo реальности это... Это então я делаю это, значит, если он narrator言 крайне сделает, что Бхайя бывает. В Ахакара, есть что то, он может сделать что-то 까. И я говорю, что я делаю плохое, что я тоже предложу к Кришне. Это не просто бхакти, это карма-мишра бхакти. Махапур говорит, что это не то, что я могу спросить, это не то, что это не то, что это джива. Махапур говорит, что это бхайя. Итак, почему Махапур отверг предложение Рай Рамананды по Варнашраме? Потому что это внешне по отношению к душе. Кроме того, стих процитированный Рай Раманандой и вообще упоминание в ведах систем Варнашрамы не дает ясного понимания, что это способ удовлетворения именно Верховного Господа. Человек может исполнять свои обязанности Варнашраме и при этом поклоняться кому угодно, заниматься чем угодно, помимо прочего. То есть эта система не дает ясной направленности души к Богу. По этой причине Махапур сказал, что это слишком внешне. Все очень поверхностно. Пожалуйста, говори дальше. Тогда Рай Рамананд произнес стих из Шрима Бхагавадгита, где говорится Здесь говорится Что бы ты ни делал, Кришна говорит, предлагай мне как подношение. Что плохого? Что плохого? Махараш спрашивает. Что плохого в том, что предложил Рай Раман? Почему Махапур вновь отказался от этой концепции? Сказал, это внешне. Давай дальше. Расскажи что-нибудь получше. Потому что эта концепция относится к категории Карма Мишра Бхакти, когда Бхакти смешно с мирской деятельностью ради плодов. Человек чем-то занят. Он что-то делает. Например, моет пол, садит картошку. Он думает, я делаю. Я делаю. Он находится в этой концепции. Я действующее. Я тело. Я действую. Где здесь деятельность души? Где здесь самоосознание как духовного существа, как слуги Кришны? Нет. Он не думает, я это делаю для тебя, Кришна. Этого нет. Он сначала сделает, а потом подносит как подношение. То есть вспоминает Кришну в конце. Это хорошо. Поэтому Кришна рекомендует. Сделай это как подношение мне. Но с точки зрения Махапрабу это слишком внешне. Яд карауши. Это первая концепция, которую Махараджа рассмотрел. Да. Это жад карауши, жад снаши. Махапрабу также говорит, что это баха. Я не слушаю на что-то. И когда я говорю это. Он говорит, что это pure бхати. Он говорит, что это. Он говорит, что это. Он говорит, что это. Он говорит, что это монко. в адрес Literally they are not Gurudev. Я думаю, что мой ДТЦ JOHN 식으로 есть наа That What kind of meaning of gonna attw everybody Batman Нар meaning ras, the meaning who is the gift to everybody, ras. Нар meaning jnana, spiritual jnana, the meaning who is the gift to everybody, spiritual jnana. Нар meaning this material attachment, the meaning the cut, this material attachment is the cut. He is the Narada. So you think my Guru is the Narada, he is the Jagad Guru, you know. I am the Om of Mother, that time I am hearing Harikatha from my Gurudev. 60,000 years I am staying my Om of Mother, I am hearing so many Harikatha. So Pita Ji asking, what is the top most knowledge? They are telling Sravanam Kirtanam. But this Sravanam Kirtanam what? First you can, what is the top most knowledge? Telling, first you are surrendered to Gurudev, first you are surrendered to Krishna. I am not, I am, I am the servant of Gurudev, I am the servant of Krishna. So what I am doing now for everything, for Guru Seva and everything for Krishna Seva. But this is Jat Korsi Jasna, see till I am doing, I am doing this Anka. You know, I am doing this, maybe doing some wrong thing also, telling Krishna. But when somebody is surrendered to Gurudev and Krishna, you know, now what I am the, completely, he, what I am surrendered to him, Anukulyasa Sankalpa, Pratikulyasa Vibharjana. Reject is the practical, only ask that I am the, that is the favourable this Bhakti. You know, how Gurudev and Krishna, he may please, for this purpose and I am doing everything, you know. And first you offer to Gurudev and Krishna, then when you can do Sravanam Kirtanam, this is the pure Bhakti. First you surrender, but here Jat Korsi Jasna, see, you know, now they are not surrendered. I am going directly to what they are doing after telling I am so Mahaprabhu, they are rejected. So this is the Bhakti, so telling anything else. I will try to explain in accordance with my short memory. So, Maharaj has explained now why Mahaprabhu refused to this concept, which he presented. as well, Rayar Mananda, he said, Yat Karoshi, Yat Jogoshi, Duhas, and so on. Why? Because it is not a justification for a righteous, predant group. And where is the concept of a righteous, predant group? It is presented in the holy of Shadhitae, in the life and in the holy of Shadhima Bhagatam. Однажды Хирани Кашипу позвал своего маленького сына, посадился на колени и сказал, «Сынок, скажи, что лучше, что суть, самое лучшее того, чему ты научился у своих учителей?» И тогда Прохладмараж задумался, а кто мой учитель, кто мой гуру? Не Шанда и Амарка. Почему? Потому что Шанда означает бык. Быки, они неразборчивы в пище, они едят все подряд, их задача набить желудок. Они отличаются разумностью. И Амарка означает Марката, то есть обезьяна. Обезьяны очень и очень беспокойны и тоже глупы. Что это означает? Это означает те учителя, которые не учат чистому предному служению, а чему-либо другому, например, Дхарма Артхакама Мокши, они подобны быкам, глупым быкам, которые работают на набивание желудка, и беспокойным прыгающим туда-сюда обезьянам. Но когда отец спросил Прохладу Махараджу, «Скажи, что лучше ты научился у своих учителей?» Он подумал, а кто мой учитель? Конечно же, но не Шанда и Амарка. Не подобны быку и обезьяне. Мой учитель Нара Дамуни. Кто такой Нара Дамуни? Нара означает раса. Да, означает давать. Тот учитель, который дает каждому расу то, в чем нуждается сердце. Тот, который дает... Нара означает духовное знание. Да, давать. Тот, который дает каждому духовное знание, занимается духовным просвещением. И также Нара означает глубокие сердечные привязанности к материальному миру. Да, означает тот, кто их отсекает. Тот, кто освобождает душу от болезненных привязанностей в этом мире. вот такой народ ему не так размышлял прохлада махараши своему учители я получался до сангу я слушал харик отход со учителя 60 тысяч лет 60 тысяч лет пока находился в лоне своей матери к яду он все время слушал харик отху нарды муни что же лучше из того чему научился так вот собрать сколько столько всего он слушал столько знания что является сутью самой самой сути самым главным из того что он услышал и тогда он сказал шраванам киртанам вишну смаранам пада севанам так далее он перечислил 9 анг-бхакти он сказал отец это лучшее из того что вообще есть суть всего знания поскольку в этой шлоке яд кароши яджугоши дадасият тут мирская концепция предного служения она не подразумевает вот этот полное влечение в слушание кришне прославление кришне памятение кришне а лишь на конечном этапе предложения результатов кришне а до этого лишь аханкара я действующий по этой причине маха прабу отверг эту концепцию он сказал это бах я то это это внешне это не чистое предное .Yes, 74 тогда Райраманда и ду-гна ду-сан майя-диста написака на сарбанд санте-я-ям мам-бхай-йет сача уттама то, что он говорит, сэрик, он говорит о том что он говорит о том, что он говорит про то же есть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров 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 А.Кулакова Дали Махараш процитировал шлоку, к сожалению, ее никогда не учил, и поэтому не знаю, но он объяснил ее суть. Кришна говорит Арджуне, ты должен оставить всякую дхарму. Сарва дарман притяджа, также он процитировал вторую шлоку Манакшичи над дхармам, где говорится, что нужно оставить и дхарму, и адхарму, имеется в виду мирскую дхарму, варнашему дхарму, и адхарму тоже оставить, то есть греховную жизнь тоже надо оставить. Кришна говорит Арджуне, Арджуна, ничего не бойся, оставь все свои мирские обязанности, сорва дарман, все виды мирских религий. Махараш спрашивает, значит ли это оставить вайшнава дхарму? Это же тоже дхарма. Нет. Кришна говорит, оставь все мирские религии, нет смысла оставлять вайшнава дхарму, потому что оставить собственную жизнь, фактически, потому что это жизнь души, вайшнава дхарма. Вот. Но оставь все мирское, все поверхностное, просто следуй моей воле, мою желание, и не бойся ничего, я защищу тебя от всех последствий, всех греховных реакций, связанных с подобным решением. Вот. Таким образом, это следующее, что предложил Рай Рамананда. Он предлагает, ссылаясь нашим отбагатам, предаться Кришне. Это называется в состоянии Шаранагати, полное предание на волю Бхагавана. Также Махарадж до этого объяснял, я эту часть с ней перевел, о том, что означает стать слугой Бога. Это означает, что нужно принять покрытие духовного учителя. Только тот, кто принял покрытие духовного учителя, может служить Бхагавану. Он становится способным различать, что такое благоприятное в Бхакте, что неблагоприятное в Бхакте. Пока нет связи с духовным учителем, человек не может понимать, что благоприятное, что неблагоприятное. И Шаранагати начинает с принятия духовного учителя. Бхагавана. Махапрут тоже говорит, что Бхагаван. Это Бхагавана. Ага каха араха. Я учусь на это ещенее. Это значит, что Бхагавана дала, что Продолжение следует... 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 части описывается как на ардаму не путешествовал по всему миру в поисках самого удачливого предного того на кого пролилась вся милость багавана и однажды он пришел к пандалам к арджуне лучшим среди пандалов и сказал ты самый удачливый господь пролил у тебя всю милость но на что арджун сказал о нардоте смеешься до мной как ты можешь мне так называть я подобен первоклашке которому кришна дает такие простичность олег говорит арджуна оставь всю эту мирскую дарму просто придаст представляешь у меня бог богово богован убеждает меня предаться ему на волю кому-то я вот совсем глупый вот на каком уровне я нахожусь какие мне отношения с багаваном то есть таким образом брехат багаватамрати объясняется что этот наставление сарва дарман паритя джамма макам шарнамраджа из бхагавадхиты не является очень высокого уровня стали более того в школе шарнагати это начало это самое начало да там даже есть условия внутри кришна говорит арджуна не беспокойся просто придайся мне это это самое начало вот потому что тот кто шарнагати силен он не беспокоится и так следующая концепция более высокая которую представил райарманам до этого была карма мишра бхакти то есть бхакти мишра смешанная с плотворной деятельностью этого мира теперь райарманда представляет следующую концепцию которая называется гьяна мишра бхакти то есть бхакти смешанная с развитием знания какого рода знания и какая шлока в бхагавадгите представляет данную концепцию мараш процитировал очень известную шлоку из 18 главы не помню номер может 54 56 не помню брама будто прасанатмана шо чати на канг шати я царвит сама сарвейшу бутышу мад бхактим лаббатея парам и махарадша писал следующий как что это за состояние сознания это сидит мудрец великий мудрец который погружен в транс в осознании себя верховным браманом то есть он считается абсолютной истиной он считает себя богом на райанном свет полностью умиротворенной просадка счастливый вот и ему все равно что происходит потому что он знает что ты его не касается все живые сусти вак его не касается наши очереди на кончат его не касается страдания того мира он полностью мертва рам потому что он же брамана это джак это просто мертва материал вне этого он полностью умиротворен и он смотрит на все живые сути что вокруг сама сарвейшу бутышу Он видит их равно, он думает, Нараян, 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 я Нараян, все есть Нараян, и поэтому он умиротворен и счастлив, но Кришна говорит в этой шоке, в конечном итоге такой великий мудрец станет, он станет моим преданным, но в этом состоянии, до того как он станет, исполненные знания, он больше такой вот имперсоналист, Вот, поэтому Шри Читани Махапрабху, Шри Читани Махапрабху сказал, Эко Бахе, Ага Гахар, говори дальше, о Райерман, говори дальше, это внешне Okay, yeah, yeah, so, Sug�� как Баха, then, now, Махапрабху, Why telling, like, Bаха, Why he telling, I, Bаха, so he, so he telling this, Bаха, you know, this way he can, Он может возраить что-то Брагма, но Брагма тоже не нашим эм и объект. Это наш эм и объект. Живар Сварупай Кршнера нитнад. Это наш эм и объект. И если у нас есть возможность, В Стритута скажет, что если у нас есть возможность, то есть они там очень. Но эта возможность, Криснадасск Биархи Госвами сказавшими, Кршна према-нанде-же-ананда-синду, котти-брахмана-на дай тар яг бинду. Даня, которые повышаются по закону жизни, Кришна серьезно потому, что коди-брааммананда, миллион, 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 это Браамманаза равен, 65 не может не дрон, о кришна-прама-наде, может быть, еще не такой, а мутория-браамманаза если не так, а не такой, так это наверняка, когда иди, когда кришна-даса, Он не может быть равным. Так что это один момент. Другой момент, Шрифтога Свами говорит, Бхакрия Самирта Синдху, Бхусти, Мукти, Сприха, Пишачи, Джабад, Хриди, Баркати, Дабад, Кришна, Бхакти, Сукаса, Катам, Адбудай, Бхавит. Он говорит, что Бхусти и Мукти как этот хвист, как этот хвист, как этот хвист. Если, пока ваш сердце это Бхусти и Мукти, вы не можете этой Кришнабхати. Вы не можете этой Кришнабхати. Вы не можете этой Кришнабхати. Это полностью обожитие жизни в своей жизни. Бхагават говорит, Дарма, Проджита, Кайтава, это в Дуplicity. Я В Бхагават. Это В Дуplicity. Вы в Дуplicity. Вы Вы в Кришна, С Этернал Сарват. Вы, Вы, Натур, Вы, 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 в службе Кришна. Вы не имеете Брахма, Айамудита, Прасаннатма. Это означает, что Вы не имеете Кришна-Сева. Вы не имеете Кришна-Сева. Вы имеете Кришна-Севу. Вы имеете Кришна-Севу. И это говорит о Бхагаваде, Татва-Патанти-Анадрита-Юсвамия-Ангрея. Это означает, что они неизвестны Кришна-Лотус-пит. И даже Бхай очень трудно работали. И они получили очень высокую ситуацию, но снова они стали снижены. Почему они снижены? Потому что они неизвестны Кришна-Севу. И снова они стали снижены. Поэтому Бхагаваде, Ихабай, это экстренность, это не нашим объектом. Почему Шричтань Махапрабху отверг концепцию Гьяна-Мишра-Бхагни? Потому что это состояние Брахма-Бхутта, Прасаннатма, то есть человека, который осознает себя Брахманом, Абсолютной истиной, Богом. Какое отношение это имеет к природе души? Уже цитировалось шлок из Штань-Чаритамриды. Дживирасарупа-Хойните Кришнада. С какой отношения это имеет к служению Бхагавану вот такое настроение? Никакого. Это очередное заблуждение. Человек думает, я Бог. Это заблуждение. Он не Бог, он слуга Бога. И это Кайтова Дхарма. Как об этом говорит вторая шлока Шримад Бхагаватам, то есть лицмерная религия, религия обмана. Когда человек внешне очень религиозный, но идея ложная, ложное представление. И максимум чего он достигнет? Брахмананды. То есть особого состояния счастья от осознания себя Брахманом. Но, согласно Рупи Гаслами, Бхакти Расамрита Синду, даже миллионы, если помножить это счастье на миллионы, оно не сравнится даже с капелькой счастья Кришна-премы в служении Кришне. Когда душа действительно находится на своем месте, когда она исполняет свое предназначение испытывать такое счастье, что даже капелькой этого счастья нельзя сравнить с миллионами, с миллионами раз помноженной вот это счастье, сознание себя духом. Брахмананда. Также Шриларупа Гаслами в Бхакти Расамрита Синду, он написал стих, где говорит, «Букти мукти спри хаяу от пищачих риди в ртт». Он говорит, что до тех пор, пока два желания, букти и мукти. Букти – желание наслаждения, и мукти – желание освобождения. Мукши – это те, кто стремятся к освобождению в Брахмане. Вот те, кто занимаются гьянами Шрабакти, то есть те, кто занимаются сознанием себя Брахманом, духом. Он говорит, пока эти два желания, подобно двум пищачим, двум привидениям, двум злым духам, мучают такое живое существо, но сердце желто, что такая душа не может испытать даже капли счастья от чистого предного служения, пока эти две пищачи мучают. Таким образом, Махарадж привел доказательство, почему, то есть причины, почему Махапрабху отверг данную концепцию, который называется Гьяна Мишра Бхакти. И также, Бхагава говорит, что Нибриттатасай Рупогия Мана, Бхагава Аусадрачат, он говорит, Атмарамас чамуна, нирганта бхурукрами курбана ахитагу бхакти итам бхутагу нахи. Это значит, говорит, Атмарамас чамуна, кто использует Муни, полностью Атмарам, когда они complete, они Атмарамас чамуна, атмарамас чамуна, нирганта бхурукрами, они полностью приятны, они полностью приятны. Но, в последней мере, это очень красиво, очень красиво, когда они слушают, они оставили это все. И опять они делают курбана ахитагу бхакти, они начинают это бхакти, и они продолжают это спирит, как это, как в Чатусаре, они тоже были в Брахмагнани, Атмарамас, и Сухдебу Госвам, он тоже был в Брахмагнани, и Брилла Мангал, он тоже был в Брахмагнани, и 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 был в Брахмагнани. Еще одно объяснение, почему Махапрабху отверг данную концепцию, то есть гьянамишра бхакти. В Шримадбхагу, там есть прекрасная шлока в первой песне, она называется Атмарама шлока, Атмарама шаманайон ниргранха и так далее, не помню ее наизусть, к сожалению. В этой шлоке описывается личность, освобожденная личность, которая является Атмарамой, то есть самовлитворен, он черпает рамоту счастья в своей атме, он не нуждается во внешних источниках счастья, в объектах чувства наслаждения. Он даже такой человек, который ниргранха, означает полностью отрешен от всего в этом мире. Даже он, услышав Харикатхуа в Верховном Господе, исполнив описание трансцендентных качеств Господа, Его образов и Его игр, проникается глубокой внутренней привязанностью и тягой к служению Кришне и занимается преданным служением. Примеры тех освобожденных душ, которые стали на путь чистого преданного служения являются Шикадео Госвами, четверо кумаров. Это великие души, которые уже были Атмарамами, были уже освобожденными, но тем не менее, когда они столкнулись с Верховным Господом, с Его славой, их сознание поменялось и прекрасная природа, притягательная природа Верховного Господа сделала из них преданных слуг Господа. Поэтому Махаправху сказал «Эко Бахья, говори дальше». И когда он сказал «Бахья», то Махаправху, то Рай Рамананда он сказал очень важный слог. И когда он слушает это слог, то Махаправху сказал «Эко» «Сейчас постарайтесь запомнить шлог, который будет произвести Махарадж, ее надо выучить наизусть. Это слог. Вы знаете ту шлогу?» Попробуй. 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 Это очень хороший шлог. Вы учите, пожалуйста, наизусть. Да, это слог. Когда Брахма, когда Кришна убил Агасуру, и он убил Агасуру, и этот дебют, и этот деми-год, он стал так опасен, почему Кришна уже входит в Агасуру? Как сейчас выводит, но дальше он убил Агасуру, когда Кришна уже входит, и сакхава наверхов, но когда Кришна уже входит, в upgradedность, Агасуру, и он раздается, и он раздается в его ноге, когда Агасуру родит, они опять же приняли Geld, так как жаке есть – Не серьёзно блог, Маха, Жанна, Тапа и Сатты. Когда дают «Жай» и они снова слышали, когда сначала блогировали слух, моха, жана, тапа и сатты. Но Пряма, который был очень удивлен, он был в голове с вотюзжен, и приходил к джоти, к джоти, и он вошел к Krishna, и он вошел в кришна, и когда брахма сказал, «Кто? он был в доме? Это брахма-джоти, он вошел к кришнау к нему и он хочет немного узнать, кто это был, Потом он собирается кафе и кавадбай. Он собирается кафе и кавадбай. Брахма собирается кафе. И тогда Кришна, Он сам принимает форму кавадбай, и это кафе. И Брахма, после того, он понимает, что Кришна, он самый лучший партнер, он не дает Адинарбай. Потом Брахма, он полностью поднялась Кришна с лотус-питом. И он делает 40 слов. 30 слов. 30 слов. 40. Слог, он говорит, «Глория к Кришне». Это один слог. Это слог. После того, как Махапрабху сказал Рай Рамананды, «Эйко бахья», то есть это внешнее, Рай Рамананды говорит дальше, он предложил другую концепцию. И первый раз он слышал от Махапрабху, «О, это хорошо, объясни это дальше». Теперь ты вошел в правильную линию. Что за шлока, которое произнес Рай Рамананды, на который так положительно среагировал, читание Махапрабху? Она очень прекрасна, вы должны выучить наизусть. Гьяна праясам, гьяне праясам, дапаси наманта эйва, дживанти мукаритам бавадия вартам, стане стхитам, стане стхитам, стане стхитам, стане стхитам, стане стхитам, Шримад Бхагава. Далее Махараджи очень подробно объяснил, что это за шлока, откуда она. Эта шлока находится в 10-й песне Шримад Бхагава в 14-й главе. Ее произнес четырехликий Брамаджи, творец этой вселенной, при каких условиях, что предшествовал тому, что он произнес эти слова. А до этого пятилетний Кришна убил демона Аго, Агасуру, который принял огромный облик питона, причем не просто питона, это огромная змея, она там километр длиной, у нее пасть касалась неба, зубы казались горами, а вот это рот большим огромным ущельем, язык, дорогой. И туда внутрь зашли друзья Кришны, Играевича, они подумали, а что нам, чего нам страшиться с нами наш брат Каная, он нас защитит, и поэтому они вошли туда. Кришна хотел их предупредить, но не успел, они уже вошли, тогда он тоже вошел. Кстати, все боги, когда увидели, что такое происходит, они сказали, увы, увы, что происходит, кошмар. И Кришна вошел внутрь, но потом Кришна стал внутри расти, он перекрыл дыхание демона Агасури, и демона Агасури задыхнулся, и его душа в виде сияния выскочила из его черепа с верхней части, и вошла в тело Кришны. А когда Кришна победил демона Агасуру, все полубоги начали кричать, все друзья Кришны начали кричать, каная кий-джай, каная кий-джай. Вот, это вот прославление, это возглашение славы Кришны, оно не разнеслось по всем трерам, трерам, она достигла сварги, и она достигла сати-алоки. И Брамаджа услышал, кто это там, кого там славит такой, надо посмотреть. И он спустился в наш мир, и увидел огромного демона Агасуру, которого Кришна сразил, он подумал, как такое возможно, что здесь вообще происходит, кто этот мальчик? Пятилетний мальчик. который он управляет этим миром, на Кришне. Он украл у Кришни его друзей и его телят. И когда он понял, что он отворил, после того, как он понял, что он пытался украсть друзей Кришны, Верховного Господа, он пришел просить у Кришны прощения. И он произнес 40 стихов, прославляющих Кришну. Нет. Нет. Это 10-я песня, 14-я глава Шримад Бхагавата. И одна из этих стихов, одна из этих молитв, вот та, которую Махарадж процитировал, она находится в рай Раман Саббат. Да. То есть он говорит, 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 Гнан праяс, 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 праяс — your efforts. complete your Gnana, праяс, complete Буддапас, you know, complete Будden пояс. Why? If there is some little bit desire of this Gnana, this bhakti is very difficult to come your hard bhakti. So, Prabhupada, somewhere he tries to explain this bhakti, always he tries to complete Gnana, Продолжение следует... 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 Мужчина, он делал очень хорошие и кто-то и Утам-хакти. Утам-хакти, это главный участие, который делает это естественное участие, и он делает сдачу, электрикатха и татву, он делает отличный студен. Он делает секрету и он делает себя новый участие, и он делает себя другой участие. Он тоже есть Утам-давот. Утам-давот. Несерьезно, что вы получаете в стихотворении без того, что происходит. Может, ваша сознание немного здесь, может быть, ваша сознание будет менять. Гнан-карма-дхи-анабритам означает, что гнан-карма не остается не осталось. Гнан не осталось. Гнан не осталось. Несерьезно, ваша сознание прекрасно. В этом стихе Господь Брама говорит гьянае праясам удапасся. Удапасся – начать полностью, оставив усилия праясу тяжелый труд в попытках обрести знание – гьяну. Без этого невозможно достичь чистого предного служения, погрузиться в слушание сладкой харикадхи о подвигах Бхагавана. Дается такое наставление. Ему очень важно понять, о каких попытках знания идет речь. Здесь опровергается предыдущая концепция гьяна-мишра-бхакти, но не отвергается всякое знание. Можно привести разные доказательства этому. Например, Шиларупа Гасами в определении Нутама Бхакти, Бхакти Расамрита Синду, говорит Он говорит гьяна и карма То есть предное служение должно быть покрыто гьяна и карма. Но он не отвергает, он не говорит шуньям, он не отвергает, он не говорит это надо вести к нулю. Нет, он говорит она не должно быть покрыто. Почему? Потому что даже то, что мы с вами сейчас здесь сидим и обсуждаем это тоже гьяна, это называется бхакти гьяна. И более того, Шиларупа Гасами сказал, до той степени, до которой мы вошли в бхакти гьяну, до той степени, до которой мы знаем бхакти, науку о бхакти, мы можем войти в саму бхакти. Вот. Как в процесс. То есть настолько важно обрести бхакти гьяну знание о о чистом преданном служении. По этой причине Шиларупа Гасами он не опровергает ни карму, ни гьяну. Карма, деятельность также. Кто-то вяжет гирлянды, кто-то готовит на кухне, это все деятельность, это карма. Вот. Мы не можем от нее отказаться. Это означает, что ничего не делать, лежать, а как даже, Шиларупа Гасами сказал, даже если вы не дышите, это карма. Ваше усилие не дышать, это тоже усилие, это тоже карма, тоже деятельность. Дыши, не дыши, все равно карма. Без кармы никак. Но, какая бы деятельность не была, какое бы знание человек не развивал, они не должны покрывать чистое преданное служение. Вот. Гьяна Карманди. Также, Махарадж процитировал шлоку из читания Чаритамриты Сиданта болея чатэн на караулас Ягакри Шудридга Судридга у нас В этой шлоке говорится, что правильные ученики, хорошие ученики, они не ленятся обсуждать Сиданту, даже если она кажется им сложной. Вот, например, Брама Самхита. Очень сложная Сиданта. Вот. Но они не ленятся. Почему? Потому что обсуждение Сиданты укрепляет ум. Судридамана. Судридан означает укрепляет ум. Памятование о Кришне. Таким образом, Махарадж подчеркнул важность, необходимую из духовного знания. То есть, когда говорится гьянея проясам, не говорится, оставьте всякое знание. Нет. Нужно понять. Есть то знание, без которого в процесс преданнослужения не войти никак. Это необходимо. Но, например, Брама Айка Гьяна. Знание то, что я Брама, я Дух, я Верховный Господь и так далее. Вот это вот препятствие. Это надо оставить. Также чрезмерное увлечение материальным знанием. Также надо оставить. Не говорится полностью, потому что, например, нужно работать в профессии и так далее. Чтобы не сделать это, мир даже пользуется этой камерой. Нужно прочитать инструкцию. Это значит обрести знание. Так что знание необходимо. Но нужно оставить то знание, которое мешает войти в процесс чистого преданнослужения. А, да. Также Махарадж привел еще одно объяснение. Шримад Бхагатам приводится определение разных уровней преданных. Каништа Адикари, Мадям Адикари и Утам Адикари. Адикари означает способность. То есть тот, кто способен совершать преданное служение. Каништа означает самоначальная способность преданное служение, но выражается в том, что такой человек, он не очень знающий. И его преданное служение, оно хромает. Сегодня есть настроение служить. Завтра нет настроения служить. Может что-то случилось. И поэтому вот пропало настроение. Вот. То есть его преданное служение зависит от каких-то внешних перемен. Мадям Адикари очень устойчив в своем преданном служении. Махарадж сказал, он совершенно в своем служении. В смысле, настолько стабилен, настолько глубоко понимает, что он делает. Даже иногда бывает у него не хватает знания выразить это правильно, объяснить другим правильно, но тем не менее сам он не сойдет с пути. В этом Адикари, то есть способность к преданному служению Мадям Адикари, то есть вайшнава среднего уровня. Аутам Адикари, вайшнава высшего уровня, он в совершенстве знает все выводы явленных писаний. И он способен с помощью логики и цитат священных писаний любого обратить в предного. То есть наставить на путь преданного служения, научить и убрать с его пути все препятствия и сомнения. Вот. это еще одно доказательство того, что знание очень важно. Хорошо? Очень. Вы должны попытаться стать автоматикари. Это очень хорошо. Ахи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи Вы знаете, что вы говорите, что вы можете дышать в полученном потенции бhasнаваса, вы можете дышать в потенции ноток, и кухня-то на санмукаритам бhasнавадья бардам. Вы также можете слушать в арикатах, что вы можете что-лить. Вы можете слушать в арикатах по-прежнению нотоку. Это заявляем в бhasнавадья бардам. Они говорят, что бхавадья-бховарта есть две вещи. Бхавадья означает две арты, Вишвана-ча говата. Один из Кришна, и один из Кришна, и один из Кришна, как с Сримад-хагават. Что значит как-то бхагават? Есть три significания о бхагаватах. Рупа Госваме говорит, что три significания о бхагаватах. Бхагават означает, бхагавата-паруктам ети-бхагаватам. Бхагават означает, что, в еручном лодке, Моуто кем с Сримад Бхагаватом. Первый, он дадал 4 слога к Брахма, лад. То есть, этот катха кем, лотус-петий, лад. Это один, который означает Бхагават. Второй, это Бхагават Катхайти Бхагават. Вауя, это лад, только лад, в паст-тайм. Второй, это Бхагават нам Катхайти Бхагаватом. Вауя, это пюре девот, в паст-тайм. Так же, это Бхагават meaning, Санмокаритам Бхавадия Бхаратам. Это пиани, вы слушаете. Поэтому, почему Бхагават, когда писал так много скриптов, почему не получит счастье? Он не получит счастье, а он делал глорис, а он не получит счастье. Если вы хотите счастье, то если бы вы получите счастье, то только крисна, он паспорт, и крисна, лад, и он паспорт, и он паспорт, говорит, здоровье, потом получить счастье. Всех же вы можете слушать кризис на ладу, и наши девотти. На самомухаритам Бхавадия Бхатаме, но надо смотреть, на самомуха, мы слушаем... Девотеи, не нон-девотеи, нет. Девотеи, есть три типа Девотеи. Вы, если вы слушаете, очень классный Девотеи, тоже очень хорошие фруты. И Маддяма Девотеи тоже. Таким образом, это саммухарита, meaning, что Девотеи в голове. Если Девотеи в голове в голове, то это не хорошо. Таким образом, он говорится сарпочисто ядхапайам, если его милки, он выглядит как милк. Если ему потечить драку, то он мог издать, а потом, он должен быть сильным. Поэтому, необходимость, поэтому,爾 вы слушаете к Девотеи, нужно слушать customized господи, на Девотеи. В 인터�рупе,ata ми рассказываем, где он любит раку-бхан-бхан-бхан-хани-хан-хани-хан-хани-хан-хани-хан. Но если вы слушаете одного, то не будет хорошо экономить кани-хан-хани-хани-хан-хани, только оцени. вас. Следующая строка этого этой шлоки. Махарат сейчас очень подробно объяснял, что значит Сан Мукхаритам Бавадия Вартам. Сан Мукхаритам означает, что нужно слушать Харикатху из уст Мукха. Сан святого человека Вайшнава. И Бавадия Вартам означает, что он должен слушать Харикатху. Он должен слушать о подвигах Кришны. Есть объяснение на Шахачарев о том, что такое Бавадия Вартам, что такое Багаватам. Багаватам это сам Кришна. Те слова, которые произнес сам Кришна. Это одно объяснение. Потом Багаватам это то повествование, в котором рассказываются игры Кришны. И, наконец, Багаватам это то повествование, в котором рассказываются игры преданных Багавана. Когда Господь Брама медитировал на свой источник, совершал божественную аскезу, однажды Верховный Господь Кришна явился Ему, и Он дал Ему четыре шлоки, изначально Багаватам. Поэтому Багаватам это то, что произнесено самим Кришной. Вот это одно объяснение. Второе, то есть это объяснение того, что такое Бавадия Вартам, то есть то, что произнесено самим Кришной. Второе, то, что включает в себе повествование, которое включает в себе описание игр Кришны, и, наконец, описание игр преданных Кришны. Все это Багаватам или все это Бавадия Вартам. И это тогда приносит благо, когда Сан-Мукхаритам, когда это исходит из уст чистого преданного. Сан означает чистого преданного, мухаритам из золотосных уст. Потому что если слушать Багава не из уст преданного, кто такой предный? Предных бывает три вида. Конечно, Дикари, Мадема Дикари, Утама Дикари. Лучше всего слушать Хари Катху на воде и вартом от чистого преданного Утама Дикари. Тогда вы получите самый замечательный, самый полный плод. Также очень благоприятно слушать Хари Катху от Мадема Дикари. Даже, конечно, Дикари, если он имеет в сердце преданность своего гуру в Кришну, его повествование также будет нести пользу. Но если их рассказывает Багава, Хари Катху рассказывает непреданный, тот, кто не имеет веры в Кришну, не имеет тяги к служению Кришне, то его слова подобны яду змеи. Где-то есть мис, где-то есть молоко. Молоко очень полезный для человеческого тела продукт. Но если его коснулось ядовитыми зубами змея, это молоко будет отравлено. Даже оно внешне по-прежнему выглядит как молоко, но оно уже ядовито, оно уже отравлено, от него нет пользы. По этой причине Бавадия Вартом, то есть Хари Катха о Верховном Господе, несет благо тогда, когда Насаннук Харитам, то есть вышло из уст чистого преданного. В Читании Чаритамрите, Читании Махапрабу говорит, там это в наставлении Ваабхачарии, он говорит о том, что Бхагаватам нужно слушать от Вайшнава. Невозможно понять, изучить Бхагаватам не слушая у Вайшнава, только у стоп Вайшнава. Сейчас уже половина первого, время заканчивается, Махарад, говорит. Поэтому половину этой шлоки, вторую половину, вы услышите там вечером в том зале. Пожалуйста, ваши вопросы. Можно спросить, когда, например, служишь Кришне изначально, вот вы, например, сказали, что если преданный готовит что-то, а потом только предлагает Кришне. А если он изначально думает о Кришне, ну и все время думает, когда готовит, не предлагает, это как бы карма все равно читает? The question is, I explain your words about Karmamishra Bhakti in such a way, what person doing something and thinking, I am doing. And after he is offering a result of his work to Krishna, I thought this is not Bhakti. Bhakti, from beginning, I am doing for Krishna. I am washing, I am everything doing for Krishna. It's Bhakti. This is the first you can, himself, first you are surrendered to Gurudev, surrendered to Krishna, you know. You know, they are telling what is Dikkhya. Dikkhya meaning, who is the completely cut, this is Dibhagyana and, you know, this is Chaitanya Charitamara telling, is the first, you are first offering to complete surrender to Gurudev. And by Krishna's, they are offering, you know. Dikkhya meaning, completely surrender to Krishna and Gurudev. When you are completely offered to Gurudev and Krishna, then who am I now? I am the Krishna's now. I am Gurudev. So, they are giving example, when somebody, some cow, you know, what happened, when some cow, you sell to somebody, you know, somebody sell this cow, now this cow belongs to whom you sell, if you want, he can give pay to him, if you want, did not pay to him. Now this cow completely controlled by this, you know, owner. Like this, you are completely surrender to Gurudev and Krishna's now. If Krishna wants, he can give me it. If Gurudev what, he want to give me. Why I am completely now? Krishna's now. Then, when, what you are doing? I am now Krishna's servant. Then what are you doing? What are you doing for Krishna? You are doing for Gurudev. This is the pure vakti. Chistное предное служение начинается с shran-агати, то есть с предания себя на волю Духовному Учителю. То есть, сначала преданное должно получить дикшу, у Shri-гуру. Тогда, когда происходит процесс дикши, он отдает свою душу, Бхагавану через руки Духовного Учителя. Это значит, у него внутри сознание появляется, я принадлежу Гуру, я принадлежу Кришне. Тогда он все будет делать таким образом. Значит, это уже не карма получается, да? Вот если ты получил дикшу, ты делаешь это уже не карма. Правильно? Смысл в том, что вообще слово «карма» можно перевести по-разному, в том числе деятельность, преданное служение – тоже деятельность, но только это деятельность в духе преданности Богу. Вот я и хотела спросить, мы просто делаем и предлагаем, имеем в виду, вот он сказал, что преданное служение… То, что сейчас объяснил Махарадж, чем отличается деятельность, которая относится к категории преданному служению, от, например, кармамишра бхакти, которую Махапарабу отверг, тем, что преданный действует с осознанием своих отношений с Кришной, с Гуру и Кришной. Он чувствует, я принадлежу к Гуру, я принадлежу к Кришне, и поэтому я действую для них. Вот такое знание называется Дивьягьяна. Так и Дикша, она переводится как Дивьягьяна, означает обретение Дивьягьяны, и Кша означает удаление препятствий на пути преданности служения. Поэтому вначале человек должен предаться духовному учителю, тогда он становится на путь, то есть он входит в школу Дикши, обретает Дивьягьяну, и по мере того, как он обретает, его деятельность все больше и больше становится чистым преданным служением. Но как бы служить для Кришны, для Гуру Дева, это чистое получается. Служение Гуру также чистое преданное служение. Кришна, вы знаете, Кришна говорит, Кришна говорит, Махараджи протестировал только что шлоку, в которой говорит Кришна, что те, кто служит непосредственно мне, я не гарантирую, что они придут ко мне, но те, кто служит гуру и вайшнавам, я гарантирую, что они придут ко мне. Но очень важно, что это должны быть действительно гуру и вайшнавы. А если это не гуру и вайшнавы, тогда это бессмысленно. Как в Индии, у нас много сэмпра дай, апа сэмпра дай, они не бонабайди сэмпра дай. Как в этом вайшнаве, гурдеву, там не крышны, ничего, ничего, говорю, что гуру и вайшнавы, гуру и вайшнавы, гуру и вайшнавы, гуру и вайшнавы. Это абсолютно слабое. У нас, говорит, в Индии так много всяких школ, ложных школ, ложных гуру, например, у нас есть там храм такой во Вриндауне, Джагадгуру, Джагадгуру Дэв, они там поклоняются имперсональному гуру, который есть повсюду, и он все одновременно, и нигде конкретно. Если поклоняться такому, если служить такому гуру, то это не бхакти. Насколько предан своему духовному учителю, настолько он гуру. Если вы хотите узнать, кто такой настоящий духовный учитель, вы должны изучать. Гуру Ваштаку Швела Вишна Чакартакуру, все четыре стиши посвящены описанию качеств настоящего духовного учителя. Дхарани Хараправу, одно приятного, есть вопрос из другого ворота? Это из другого города. Это из одного депутата, из другого города. Тут, я так понимаю, не один вопрос. Пять вопрос, а то есть, один вопрос? Ага. В втором слове Шикшаштака, он говорит, Ниджасарва шактис. Татарадхида. Кришна put all his шактис in his own nama, all his power, all energies. In this connection, I have a few questions. First, Харидастхакур could not tolerate other mantras, only Харикришна Махамантра. When he was punished, when he was under, how to say, when he was in difficult situation, maybe some, how to say, how to say, dangerous situation, he prayed to receive Hadeo and other avatars. And this moment, he not, not pronounce other protectional mantras. This is mean protectional mantras, like Narisimha Kavacha, was given gift for someone who is have weak faith. Is it correct? Yeah, but he is telling this question, there is one wrong question. То есть, Махараш говорит, это так. There is the telling, he did not pray to Nishinadeh. Telling Харикришна, he did not pray to Nishinadeh. Telling he pray to Nishinadeh. No, he, yeah, he's written, he's not prayed, he's wrote, he not prayed to Nishinadeh. No, he not prayed to Nishinadeh. He's not prayed. Yeah, Then? But, which is mean, who pray to Nishinadeh, which is mean, his faith is weak? Yeah, this is some weak faith. Why? Why? You know, you know, but you know, now you are conditioned also. Our bhakti is not very high class of bhakti now. Your bhakti is not in very high class of bhakti now. You are now completely sadhak now. We are all anarthas now, your heart. Your anarthas are hard. So for that person, you know, for that person, for that person, yeah, okay, Nishinadeh will protect me. Nishinadeh. Bhakti Vigna Vinashina. Bhakti Vinashina. Nishinadeh. Now, this is the, and when some high class of teaching, then he not. He completely belongs to his Nishthadevata. Yeah, Krishna. That's Krishna like this, you know, they are, one, Gurudev was telling one story, one's devotee stay in Radha Kunda. Radha Kunda. When staying in Radha Kunda, when he remembers Prismavati Radha Rani, and Radha, he, he's the, he realizes some mercy of Radha Rani, you know, he realizes, realizes some mercy of Radha Rani. But one time, this mind coming, some desire, once I want to go to some Dwarka, take darshan of this Dwarka, this, I know, it's one of the industry. Then thinking, oh, why I'm staying in Radha Kunda, you know, why I want, I want sometime go to Dwarka. But this mind sometime coming, this thing. Then one Brahman, he came to there, hello, Baba, I want to go to Dwarka, but I have no any friend. How do you want to go? Tell him, yes, sometime my mind also coming, this thing, but no need to go to, you know, Dwarka, I am staying in Radha Kunda. Then he telling, you don't worry, I have all money I can give you, don't worry about this money, but necessarily I am one friend. Then if he, you know, mind sometime coming to go to Dwarka, now you go to Dwarka, take Dwarka, this, and you know, there's Sankhachar Gadha Padma, he put some sembah here. And when he come, Radha Kunda, and when he try to, very close to Radha Rani, but Radha Rani never come. Never come, he cannot realize, any feeling, then so much is worry, what happened, what happened, why I am not feeling the mercy of Radha, and then if I, then come some skies, vice, Radha Rani told, this life, I have never gave mercy to me. Why? Why you left my lotus feet, go to Dwarka, and go to Dwarka, okay, but here, put this symbol there, Sankhachar Gadha Padma, this symbol is the, Vaikunda, you know, this symbol is the Vaikunda, Sankhachar Gadha, so this life, I have never gave mercy to, then he becomes so much, you know, so much sorrow, so much, so much, then he left this bed, you know, go to some places, run by one place, and sit down there, and this, by this yoga, yoga, by power of this yoga, he manifested some fire, and he burned this bedding, so Gurudeva telling, you know, even Krishna, Dwarga, this Krishna, Vraja Krishna is different, but he will go to Dwarga, and put the symbol, then Radharani never asked about this thing, so Gurudeva sometimes telling, you know, how much one painted, necessary to Radharani lotus feet, Gurudeva teach this thing, and when someone like this devotee, you know, he completely believed to Hare Krishna Mahamata, but our faith now, some weak faith, you know, our faith, you know, so much disturbance from your life, if you are not strong, so much strength, so you are sometimes trying to pray to this nation, this is not unfavorable, this is unfavorable, when your spiritual life is high, then you become completely, you know, like this devil. То есть, Махараджи ответил следующим образом на этот вопрос. Пожалуйста, вопрос, ведь мне не знает вопрос. А, да, извиняюсь. Итак, вопрос. Сначала вступление тут. Во втором стихе Шикшаш, таки сказано, Ниджа Сарваш Актиз. Кришна вложил в Святое Имя все свое могущество, все энергии. Но, что я говорю, я могу сказать, что они тоже слышали это. Я требую, сначала читать вопрос в русском, потому что они не знают вопрос, otherwise, они понимают, как Вы отвечаете. Кришна вложил в Святое Имя, все свое могущество, все энергии. В связи с этим несколько вопросов. А, Харидас Тхакур не пел других мантр, кроме Хари Кришны, даже когда подвергался опасности, не взывал к Нарисимхе и другим аватарам, не произносил других защитных мантр. Получается, защитные мантры типа Нарисимх Кавачи так подобные даны для тех, у кого слабая вера в Святое Имя? Вопрос. Магарадж ответил, да, эти мантры тем, чья вера слаба. И очень важно понять человеку, на каком уровне духовного развития он находится. Нет смысла имитировать высокий духовный уровень. Каждый должен действовать, исходя из того, на какой земле он стоит. Большинство из нас, Магарадж сказал, начинающие предные, чья вера, естественно, слаба, просто потому, что они не начинающие. И в сердце очень много материальных желаний, анардх, или таких предных, молиться иногда Нарисим Хадееву Бхакти Вигна Винашни благоприятно, чтобы он защитил их Бхакти и убрал препятствия на пути предного служения. И также, в момент опасности молиться Нарисим Хадееву благоприятно, вот, таким предным. Но, предные, которые находятся на высоком уровне развития с Кришной, личных отношений с Кришной, в чьем сердце живет их Иштадеева-то, Господь их сердце, например, Шимати Радика, они не будут звать кому-то еще защиты, они будут звать только к ней, потому что они верят полностью в свое божество, и они верили себя 100% стопам этого божества, они не будут нигде искать больше защиты, все, они будут только там. Ишил Гурдев рассказал одну очень получительную историю, как происходит с этим возвышенным предным, насколько для них эко-ништха, полная средоточенность на поклонении своему божеству, очень важно, как для них другие совершенно стандарты. Жил один Бабаджи во Вриндаване, он совершал очень возвышенный баджан, и в своем баджане Шимати Радика проливала свою милость на него, он видел игры божественной черты Рады Кришне. Но однажды он подумал, о, было бы неплохо сходить в Двараку. Такое желание у него появилось в сердце. Через это время он про это желание забыл, но Кришна заметил это и пришел в виде Брамана, который собрался в паломничество, сказал, друг, пожалуйста, помоги мне, я хочу в паломничество, но я стар, составь мне компанию, я собираюсь в Двараку. Дварака такое прекрасное место, он начал прославлять Двараку, чтобы пробудить вновь это желание у этого бакты. И уговорил его, и они отправились в Двараку. Туда, когда они пришли, в Двараку, этот бакта поставил себе особые отметки на теле в виде гады, то есть булавы, чакры, лотоса, раковины, то есть это символы, Вишну, он сметил свое тело этими символами, потому что так выглядят все бакты, два Ракадиши. Когда он вернулся через какое-то время во Вриндаван и сел, чтобы погрузиться в медитацию награды Кришны, больше никаких озарений, больше Шаматирадика не проливала свою милость, как он ни старался. В какой-то момент он услышал голос с неба, Шаматирадики, в этой жизни ты больше не получишь моего Даршина, потому что ты предал меня, ты оставил меня, ты ушел в Двараку. Ладно, если бы ты просто в Двараку ушел, то ты еще и поставил эти знаки, принадлежности той обители, принадлежности Лакшми, кто там в Двараке, как зовут супругу того Кришны, Рукмини, да, ты слуга Рукмини. Поэтому все, этот преданный, поняв, что в этой жизни ему ничего не дать, он погрузился в особое состояние Самадхи, своего состояния Транса, он вызвал сильный огонь и этим огнем сжег свое тело, потому что оно стало бесполезным, что в этой жизни он все равно не получил Даршина. На определенном высоком уровне вот такие стандарты, что Городов рассказал эту историю, чтобы подчеркнуть важность полной средоточенности на служении Своему Божеству на определенном уровне. Но на начальном уровне благоприятно слушать Рам Алилу, Нарисим Халилу, все это благоприятно слушать. Потому что сердца так много о Нартихе, от них надо избавляться. А почему у него пришло это желание у него? И зачем Кришна, когда он о нем забыл? Она спросила, я поняла, что она не говорила, но я читала Шигурас Харикатвай эту историю. Она спросила, из-за этого желания приезжали к Тварга и приезжали в сердце этих девушек. И почему Кришна пришла и его визуировала? Почему он сказал этот желание? Почему он сделал это в таком случае, что он опять пришел? Почему Кришна сделал это? Да, это всегда рассказывает о том, что есть правильность более, чем более, чем байснава. Когда более, чем более, чем байснава, всегда байснава защищает тебя. Это история является явным свидетельством, доказательством важности или необходимости, крайней важности и необходимости руководства очень возвышенного вайснава. Потому что тогда и защита будет. А когда Гуру защищает ученика, даже Кришна ничего не сможет сделать. потому, что Гуру защищает его дизайбу, даже Кришна не может сделать ничего. Да, Кришна тоже говорит. Кришна не сможет сделать, не сможет Но это не очень хорошо. Да, это говорит как во время просада. Вы начали с соленых блюд, подошли уже, идите расогулы, и потом берете блюдо из Нима, очень горькое, и начинаете вновь есть горько. Так, говорит, не делается. Я помню, Буисконе, когда я это делал, через какое-то время я почувствовал, я каждый раз чувствовал внутреннее удовлетворение, не мог понять. В чем дело? Да, в чем дело, почему я делал? Да, это влияет на настроение, получается, хорошо, что просто, так сказать, в последнем, настроение меняешь, получается, падает. А вопросы? Но потом. Только одинок. Я могу задать, когда переходишь, забываешь, что забываешь.